Дмитрий Степанович Так вот, богоискательство, прежде всего, начинается с разрушения. И этот период очень опасен и заразителен. Как раз этот момент болезни Россия сейчас и переживает. Попробуй, выйди вечером на главную улицу, только и слышь народ. Караул! По улице шатаются горчичники. Озарство такое, что полиция с ног сбилась. Эти ребята без всяких признаков морали. Богоискатели. Поняла, кошка? Сегодня они озаруют на главной улице. Завтра начнут озаровать во всем государстве российском. А в целом народ переживает первой фазис богоискательства. Разрушение основ. Дмитрий Степанович засопел, закуривая папиросом. Дальше вытащил у него из пальцев Катина письмо и ушла к себе. Он же некоторое время еще что-то доказывал. Ходил, хлопая дверями, по большой, наполовину пустой, пыльной квартире с крашенными полами. Затем уехал на дачу. Данюша, милая, писала Катя, до сих пор ничего не знаю ни о тебе, ни о Николае. Я живу в Париже. Здесь сезон в разгаре. Носит очень узкие внизу платья. В моде шифон. Париж очень красив. И все решительно, вот бы тебе посмотреть, весь Париж танцует танго. За завтраком между блюд встают и танцуют. И в пять часов, и за обедом, и так до утра. Я никуда не могу укрыться от этой музыки. Она какая-то печальная, мучительная и сладкая. Мне все кажется, что хороню молодость, что-то невозвратное, когда гляжу на этих женщин с глубокими вырезами платьев, с глазами подведенными синим и на их кавалеров. В общем, у меня тоска. Все думается, что кто-то должен умереть. Очень боюсь за папу. Он ведь совсем не молод. Здесь полно русских. Все наши знакомые. Каждый день собираемся где-нибудь. Точно и не уезжала из Петербурга. Кстати, здесь мне рассказали Николай, что он был близок будто бы с одной женщиной. Она вдова, у нее двое детей. И третий маленький, понимаешь? Мне было очень больно вначале. А потом почему-то стало ужасно жалко этого маленького. Ах, Данюша, иногда мне хочется иметь ребенка. Но ведь это можно только от любимого человека. Выйдешь замуж, порожай, слышишь? Даша прочла письмо несколько раз, прослезилась. В особенности над этим ни в чем не повинным ребеночком. И села писать ответ. Прописала его до обеда. Обедала одна. Так, только пощипала что-то. Затем пошла в кабинет и начала рыться в старых журналах. Отыскала длиннейший какой-то роман. Легла на диван посреди разбросанных книг и читала до вечера. Наконец приехал отец. Запыленный и усталый. Сели ужинать. Отец на все вопросы отвечал. Угу. Даша выведала. Оказывается, скарлатинный больной, мальчик трех лет, умер. Дмитрий Степанович, сообщив это, засопел. Спрятал пенсне в футляр и ушел спать. Даша легла в постель, закрылась с головой простыней и вслазь наплакалась о разных грустных вещах. Редактор субтитров А.Семкин